Первый день в фестивале скорости Unlimp 500 Plus на аэродроме Быково. Стоит, конечно, просто как копанный. Равненько не было тест-драйва с Nissan, поэтому следующие две недели пройдут под знаком обновленного GTR. Сегодня у нас важный день. Не знаете почему? Потому что сегодня будет первый день в фестивале скорости Unlimp 500 Plus на аэродроме Быково. Погнали туда и посмотрим на самые заряженные тачки России и не только России. В этом сезоне я еще не успел прокатиться на нашем тысячесильном GTR. Соответственно, давненько я не видел вот этой ситуации, когда вы хотите отрегулировать угол наклона руля и вместе с рулем у вас двигается и панель приборов. Не помню, где еще в современных тачках такое встречается. Это, конечно, крутая задумка и респект Nissan за это. Но первое, что должен сделать человек на GTR, это активизировать правильные режимы. Для этого мы делаем одновременно вот так. И что мы делаем? Значит, коробку передач в спорт в R-режим, так называемый. Затем подвеску комфорт и систему стабилизации тоже в R-режим. Для чего мы делаем подвеску в комфорт? Здесь вы можете спросить у любого владельца заряженного GTR, для чего так делается. Делается для того, чтобы в комфорт режиме, в общем, машина лучше прилипает к дороге и у нее более стабильный получается разгон. Что очень актуально на более высоких, чем стандартная мощность. Ну и в целом, так более комфортно ездить по городу. Первое, что меня очень удивляет на обновленном GTR, это то, что здесь прям чрезмерно легкий руль. Мне казалось, что он всегда был как-то потяжелее. Потому что на обновленном я ездил где-то год назад. Посмотрим, как он будет в динамике. Как всегда, все на стиле, Таймик. Посмотри, зацени. Вообще дерзко. Диски очень крутые. Что у тебя по спекам здесь? Сток. Полный сток. Ты, как всегда, опытом будешь брать, а не мощностью, да? Тайс, ты такой серьезный, а? Здорово, брат. Привет, дорогой. Как ты? Да норм, норм. Эй, давай к тебе вылезу. Что, как, едет точилка? Да вроде ничего, потихонечку. Условия, конечно, тяжелые, но мы даем бой. А под тяжелыми условиями ты что имеешь в виду? Ну, достаточно жарко, плюс время в ожидании заезда. Ну и плюс не самый лучший зацеп сегодня здесь. Асфальт новый, поэтому... То есть даже тебе с твоим весом, да, экватора трудно зацепиться пока что? Да, пока, ну да, если машина в идеальных условиях едет 2,9, то сегодня здесь она пока лучше, чем 3,1 не проехала. Все-таки надо, как бы, учитывать новый асфальт. Слушай, ну мы тебе сейчас просто это самое, немного протектор уберем, чтобы слик был и нормально будет. Он сейчас сам уберется еще немножко и все будет. Ну отлично. Сколько у тебя мощности сейчас? 820. Блин, дядь, это серьезная цифра. Ну для А8 лонг нормально. А здесь ты уже наперед прописал 880, да? Перспективы на будущее. Круто, дядь. Рад тебя видеть, Аланчик. Офигенно, бро, офигенно. Давай. Так, вот сейчас будет интересный заезд. Юсуф на McLaren 720S против заряженного геттера. Ну-ка, кто-кого. Ух ты, блин. Пробуксовка сильная была. Как раз Серега на С8 поедет, с которой мы общались сейчас буквально совсем недавно. А, это просто А8, да? У него сейчас 820 коней. Шансы у него отличные, потому что сейчас Кватро может зарешать конкретно. Опа! Просто уничтожил, да? Ауди ТТРС против Е63. Ай, блин. Ух ты, какая она, а? Так, опа! Давай, давай! Эй, чуть не хватило. В итоге охренительно провели время на Unlimp 500+. И в целом, ребят, я рекомендую вам посещать подобные мероприятия. Это очень круто, когда вы оказываетесь в среде себе подобных, когда вы видите в одном месте столько людей, которые любят тачки, и столько непосредственно крутых заряженных тачек, которые стартуют одна за другой. Так что следите за проведением таких ивентов, приезжайте на них, но я буду стараться анонсировать их в своем инстаграме, ссылка на который есть в описании. Ну, а мы погнали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот знаете, что точно было круче у генерации ГТРа до вот этого обновления. Круче было то, что у них подрулевые лепестки, они были статичные, а еще они были из премиального такого материала, какой-то вот такой прям крутой был металл. А здесь, посмотрите, все, они, по-моему, пластиковые. И, как и у всех современных автомобилей, эти подрулевые лепестки, они прикреплены к рулю. А там они были статичные, большие такие, мощные. Скоро выключу наш тысячестильный ГТР и покажу вам, о чем идет речь. Вышел из ГТРа, отошел от него и вернулся обратно, чтобы немного вам его подснять. Поймал себя на мысль, что тачке-то уже, ну, этой модели 10 лет. И, несмотря на 10 лет существования этой модели, она все еще смотрится просто охренительно. И, походу, это тот случай, когда автопроизводитель создал легенду, и эта машина будет круто смотреться всегда. Вот только посмотрите на эти формы, ребят. Ну, реально же просто офигенно. И вот эти реснички, как они их сделали, а? Заглядение же. В ГТРе, кстати, смотрите, есть кнопка Function. И здесь вы можете выбирать, какие приборы вы хотите созерцать в процессе вашего вождения. Смотрите, здесь самые разные варианты. Можно и самостоятельно конфигурировать. Но вот этот максимально эффектно, где видно давление надува. Опа. Это нормально, Ладошка. Креп, тебе лапу-то, бляст. ну кстати из таких практичных моментов очень сильно рыскает по колее геттер то есть руль нужно держать прям реально двумя руками уже порой в неровностях он так знаете чуть ли не вырывается из рук то есть очень 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 нужно следить за этим делом а еще конечно забавно в 2019 году встречать в автомобиле такого высокого класса вот такие вот простые неодиодные лампы они включаются так просто да вообще gtr машина очень простая и с одной стороны можно его за это ругать но фишка геттера я считаю в другом если говорить именно о городской эксплуатации фишка геттера в том что вы можете за небольшие деньги сделать крутой мощностной тюнинг то есть уже тысяч за 300 400 может сделать хороший стейдж 2 на 700 сил с выхлопом и эта тачка превращается просто в дикого монстра совершенно да конечно в таких совсем резких поворотах на нем быстро не поедешь зато по прямой стоит конечно просто как вкопанный пятница на смотре просто замесащая посмотрите сколько все повсюду тачек людей музыки стоки у геттера конечно специфический звук выхлопа он блин но не очень круто реально послушайте ну какой-то такой натужный гул плюс вот этот еще пылесосный звук и то же самое у нас снаружи для убийцы суперкаров не подходит так что реально первое что нужно делать на геттере это ставить нормальный тюнячевый хоп и тогда 3.8 начинает просто фантастический пейс для убийства это и Продолжение следует...